Окунёк. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу, но килограмм в нём это даже к бабке не ходил. В пасте. Один тройник отцепили. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Так, парни, всем привет. С вами снова канал Робалка в Акасии. Уехал с ночевой. Хочу леща половить. Так примерно сориентировался. Это тут волчь лог. Где-то окраина волчьего лога, недалеко от берега. На метров, не знаю, там 500-800 может. Вот так что-то. Как-то так. К парням подъехал. Парни, подписчики были. Говорит, рыба есть, ходит, но брать не берёт. Так, что-то вяленько. Камеру опустил, рыба есть. Но я не люблю вот эту кучу народа. Город только хотел встать. Мужичок подъехал с палаткой. Прям под нос. Просил, где будешь вставать. Он говорит, да здесь. Ну и вставай, где хочешь. Я не люблю. Я отъехал на сторонку. Я сейчас начал чистить поле себе. Думаю, течения тут такого сильного явного нету. Примерно намечусь. Сейчас почистил полы, накинул лунки, наметил, наживил. Вот. Две лунки. Раз и два. Сейчас добурю до конца. Убедиться надо в том, что течение действительно правильное. Ну, угол я поставил правильно. И всё. Плёс хороший. Во! Отлично! Не сильно толстый. Аккуратненько. Плёс, а ну да. Красота! И тут красиво! Аккуратненько накрас Кромку У него шняпу Проверю, что пробил До конца Чтоб кромка не цеплялась Вот И почищу сейчас Вот Это дело Все Все Отлично Рыб А теперь Момент Такой интересный И немаловажный Рыбаки Чтобы угадать направление течения правильное Чтобы удочки при плевке не соответствовались Фух! Запухался как паровоз Берем картошину Отрезаем очистку Бросаем в лунку и смотрим куда она утечет Чтобы понять куда Ухудрение течения у нас Ну как я предполагал Течения практически нету Где-то здесь За островом Или это остров и есть Глубина метров шесть Ну я думаю тогда это все Ставим Палатку Печку там все Но картошка очень серьезное мероприятие Потому что если течением не угадаешь Глубинки будут таскать в одну сторону И при поклевке Будет все вот так вот Все скручивать Так Ставим палатку Палу я сделал Были маловаты Я на рост его тушил Ставим ливерсоводскую Это я ливерсоводскую Это я ливерсоводскую И сомневтил И сомневтил их Палаткой Поэтому палатка Будет Равномерно растянута И на месте будет Сверху креплено Так что Я уже полагаю не бояться ни за чем Вот они Сейчас Берем шурупы И закручиваем Саморезом Шуруповертом Вот так Такие вертыши Вот Переходник Шуруповерта На саморезы И Ставим Укрепляем Палатку На месте Все Первый пошел И второй пошел И так по кругу Все четвери Сверху И Пошел И Дальше И все Все а потом уже поставлю вот эти веревки так чё раскладушка и пойдем покажу как печка будет пойдем затаскивать вещи расставлять вот такая у нас тут печка печка длительного горения в ней входит ведро угля вот этот эмалированное ведро как раз туда входит полностью печка горит сверху вниз крышку снял там у меня кочерга лежит и там внизу стоит колосник теперь берем засыпаем угля до дверки вот до сих вот поехали накладываем уголь прямо сверху поэтому можно сыпать можно расхитывать уголь средний такой размер такой не крупный и не мелкий чтобы тяга оставала чтобы не засыпать песком так прогремитесь маленький ребята извините вот почему-то дверки потому что отверстие дорожка вот она чтобы не перейдеть чтобы выложить что потом вот теперь смотрим я потом ссылочку оставлю я наделал таких бумажек это это обычная газетка но она пропитана отработкой автомобильного масла то есть ее не побежит она не намочит уголь вниз да вот и она разгорится лучше чем обычная бумажка то есть я уже бумажку вот сюда вот да и я напилю естественно дровишек по размеру своей печки как надо вот так и так там елочками домиками да так окошечко я сейчас закрою вверху да а теперь вот на эти дрова сверху нужно положить еще угля чтобы когда загорится бумага разжидет дрова загорелся сверхний уголь и тогда жаром она всю вниз пойдет и будто песня потому что одними дровами сверху вниз с угольком когда она и пойдет будет правильно топиться и хорошо быстро наберет тепло вот сверху так получилось и вот так получилось полная печка сейчас тихонько приоткрою посмотрим вот она комбинация какая да уголь дрова на масляной бумажке и сверху еще уголь вот теперь закрываем крышку закрываем крышку сейчас углинку поправлю не легла могу убрать ее она мне вот закрываем защелки защелки закрываем чтобы не косила крышку трубой да ставим трубу ставим трубу на место так снизу поддувало оставляем вот такую силочку там сантиметр потом подожмем когда уже пешка будет топиться чтоб сильно жарко не было будем регулировать к этой заслонкой температуру палатки и открываем плечок тут у нас должна быть бумажка где-то недалеко да вот и горелочкой газ китайский попался наш хакасский он гореть будет и зажигаем бумажку вот теперь вроде как загорелась бумажка масляная должна взяться не все пойдет и потянет сейчас убивать печку слышу на это камера даже труба уже теплеет хвататься не буду ну наверно сейчас уже и дым идет да вот пожалуйста вот он дымок из трубы пошел ну и все сейчас будем таскать все вещи складывать заводить тепло закрывать двери вот а теперь немного отвлекемся вот у нас тут у меня палатка 4 окна больших окон почему сейчас нету потому что при первой постановки окна у меня эти высыпались палатка китайская выписывал на озоне поэтому как говорится удивляться тут сильно нечему но я попробовал выйти из положения вот и купил материал который называется ну скатерчь эликоновая короче вот взял в прозрачные на морозе я не знаю как они там будут жить я не проверял это все ничего но я нашел где-то сейчас остана на морозе это все ведет я не знаю значит поставлю на место попробую и посмотрю станут они и как они будут себя вести вот как это все будет выглядеть так вот раскатываем потому их не стал ломать чтобы они это ниже тут не встает в общем на целом тогда прилипла вот так и дверь замыкается значит пока растянута равномерно если все что есть ссылки там комментарии объяснение все будет в описании сегодня надеюсь хотела бы половить леща камеру опускали до этого смотрели камера сейчас там машине я там где парни стояли камеру пустил там рыба была я видел окуней и леща видел ну а там просто народа много мне как бы чтобы никому я буду снимать и чтобы мне никто не мешал я люблю чистое место потому что они там своим кормили там понасрали как говорится да вот это все я не люблю я хочу свое вот так сейчас чистим кормим и пробуем ловить хотя бы окуня но еще одну улучшим все процессе писька топится пока много плотка так светлая как бы окон много тоже хорошо продукты можно нести человек последнюю очередь когда будет тепло короче не переключайтесь новичку настоящую поставим сейчас будем посмотрим поглядывать этом будет только накормил ну что я еще не знаю что там есть рыба нету рыбы я не смотрел ну и поставлю сейчас мормушечку маленькую буду на маленькую мормушечку ну поддрыгивать то есть раз накормил значит ну кто-то все равно придет говорят что рыба крутится палатки очень много в разброс стоят и глубина такая же 6 метров течения практически нету печка растопилась я уже разделся еще маленькая корточку даже сниму ноги хоть оттаяли я в галошах как и бегал пока туда-сюда и некогда было мне переобуться сапоги ну и принципе они мне не пригодились сегодня накормился сейчас поставлю какую-нибудь маленькую мормушечку капельку клубина 6 метров она значит мормушечку чуть-чуть потяжелее все пойдет то пойдет если дружить нас можно поставить водяного ослика вам хорошо идет на игру на него все клюют и потом посижу посмотрю если что-то клевать не будет опустим камеру глянем что у нас там есть и в вообще каком состоянии все это дело ну и надо перекусить потому что время тоже час на роли два уже часа посмотрим уже пол третьего то есть как бы грубо говоря там два-три часа эти медь начнет ну и к вечеру надеюсь что-то будет парни сказали что рыба ходит я там как у них месте от камеры опустил я леся видел окуня видел но кровали не берет посмотрим то что первый заброс и первая проводка посмотрите будет там и будет ли в этом вода я ладно как 25 первого заброса проклятие это пережили да только не было идет куду то да вот такая мормушка капелька маленькая была пара мотолей и дрыгал сидел выклевок не было смотал на русичку раз на губочку так чик подтянул засекирил все удочка выбрана ну а теперь буду доставать вот это вот на арбалете там такая же стоит у меня одна поставлю вторую чисто ли всего я три мормышки верхняя капелька стандартная базовая донная и третья отводная по 40 раз на фосфоре зарядится когда на свету она подсвечивается вот сейчас нарядим и самодельник его карбалет сделал проволоки согнул резиночку вставил если нужно туже резиночку нужно снять колечку петельку провернуть и надеть радио обратной будет туже она и так достаточно вот видишь стоит как красиво да то есть так поставим покрывка будет лися подъем раз или вниз клюнет видно будет назовляем мормышки берем опарыша оживляем снизу с первой нуждальней мормышки берем белого опарыша пару штук пару парышей потом берем несколько мотулей одеваем штуки три я думаю для крови пока достаточно будет потом надо бы добавим тогда три мотыля и центральная мормышка большая надеваем также опарыш он долго держится хорошо думаю штуки три вот еще одного тут поймал потом еще пару-тройку мотылей попал хотел убежать вот и вот сюда еще одного мотыля и опа не то баночку взял стоять вот баночку взял специально одел насыпал мормышей чтобы это не бегать не ловить и там выплывет он был по валенку возьмем это будет у нас винегрет оденем одного большого мужа вот сюда вот так теперь верхняя осталась мормышечка одна маленькая капелька вот сюда мы оденем два-три мотеля одного мотеля одеваю поперек можно я беру обычно два одного под голову порвал ладно значит оденем третьего вот так раз и вот так вот на фонарике подсвечиваем мормышку фосфорную чтобы она светилась какое-то время и опускаем это все дело ломку опустил и выставляем кивочек вот так вот можно чуть поджать картину все портит подсвечивает вот понятно уже объяснил при поклевке леща арбалет поднимется при поклевке вниз он все снова опустится то есть хоть так хоть так подсекать эту удочку перезарядил ждем поклевки часу перезаряжу вот эту удочку и все потому что она стоит у нас с момента приезда и будем за поклевки часик пройдет под кормлю итак в течение времени кормим ждем рыбу рыбу придет будем ловить не пришла рыба кормим затишье поклевка придет все равно кормим перезаряжаю удочки и продолжаем рыбалку в общем пока как обычно камера выпечена была поймал пару рыбок он укунь клюнул какого-то хрена посреди ночи почти и сорожка за сырой поймал подсекли нет нет цивили не есть вот удочка не успеваю поймать поклевку нет поклёвывает ну так леща нету на самом сорока так интересно северик что не поймешь не успеваешь за ней вот видишь вот поклёка лишь вот это как обычно сорока ну хоть сорока клюют то хорошо логично чек-то никого не подсек а там он прыгает в ведре потому что в кадр обычно не попадает другая хорошая крупная вот и качает видно что качает да хочется пошевелил по одну постучал маленько муки там выбил да прыгает рыба все таки рыба есть леща охота ну леща нету ну сейчас свелуха была маленькая да смотришь куда она вот попробуем подсечь как всегда на камеру рыбу клевать оказывается на камеру она не ловится стесняется позировать хочет не хочет оказывается ну посмотрим кормил маленько может кто подойдет ворона говорит что-то на своем вороне всё Что, говоришь, рыбы нет, да, каркаешь там? Высоко поднимаю, потому что на тумбочке стоит и так приходится вон куда задирать, удобно брать раз взял, а не нырять так-то не крыет, еще не успеваешь за ними, вообще хана В общем так, рыбалка неудачная, сейчас все собирать это, шахаряшки убираем, вкладываем в палатку, машину обмел Маленько занесло, народ разбежался, рассосались кто куда Рыбалка так себе, беспонтовая, улов покажу, весь мой улов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 роз и 1 окушок, вот такая рыбалка, ну что, рыбалка есть рыбалка Камера сдохла, подводная эколипсия, опять глазок пропускает воду и запотела, затонула, в общем не считай видать, надо что-то делать, другое Вот, через неделю приедем, поищем другое место, посмотрим, хотя парни вчера там были, вот я видел там рыба ходила, ну и Саня чуть больше поймал там сорожек, может сук 20 поймал Ну вот такая рыбалка Как говорится, совсем не хвастая ни чеши, пишите, комментируйте, подписывайтесь, будем рыбачить дальше Может в другой раз пульсе приведет Пошел собираться, складывать вещи, греть машину и домой Всех с наступающим, сегодня 30 декабря 2022 года Завтра Новый год, всем пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...